Ну хорошо, относительно партнерства. Выходит, как бы для меня все это очень странное. Творец мне говорит, послушай, я в тебе пробуждаю желание к исправлению разбиения. У тебя есть роль, ты должен исправить разбиение. Я начинаю выполнять это задание, исправлять разбиение, и тогда он подстраивает мне помехи в пути и говорит, что помехи тебе, потому что я хотел добиться успеха для себя. Какой мой успех? Я изначально взял его задание. Какой успех о себе? То есть я для себя вообще ничего не хотел. То есть это изначально все ради Творца, казалось бы. Почему вдруг тебе говорят, ты хотел действовать ради своего успеха? Причем здесь мой успех? Не хотел я нести в мир не любовь, ничего подобного. Я действительно двигаюсь в направлении исправления и разбиения. То, что мне указано, это совершенно не та работа, которую я хотел выполнять. Моя работа именно в сторону исправления. Почему же он мне и мешает? Потому что это пока все еще не в направлении отдачи. Очень просто. Что значит отдача, ты просто еще не знаешь. Есть еще несколько этапов, которые должны прояснить намерения, устремления, тягу эту. Пока приходят к тому, чтобы понимают, что такое свойство Творца. В этом вся цель нашего развития. Раскрыть, что это такое, какое это свойство Творец. А до тех пор мы находимся каждый раз во внутреннем раздвоении, расщеплении, противостоянии, выяснениях. В большинстве случаев то, что не делает разум, делает время. И мы должны быть готовы дать ему место работать над нами. Это называется работа Творца. Когда мы в общем наблюдаем то, что он делает, отождествляясь, насколько можно, с его работой на нас, над нами. Хорошо. И как отсюда я продвигаюсь? Какая правильная реакция после того, как выстроили правильную картину, мы все поняли? Какая правильная реакция с моей стороны во время, когда я получаю помехи на пути исправления мира? То есть как я могу выяснить, что такое свойство Творца? Реакция самая лучшая, которая может быть на все, что угодно, не углубляясь вообще, чтобы узнать, каково состояние. Это то, что я действую в направлении «любовь в гробе», чтобы из этой любви постараться почувствовать то, в чем мы ему соответствуем больше, и этим доставляем ему наслаждение. Вот так в наших словах выражается правильное объединение между нами. Пока мы не раскроем между нами, в ощущении поручительства, в ощущении единства, эту единую силу, приводящую в действие всю реальность. Она называется Творец. Вместо множества философствования, проблем, путаницы и ошибок, я над всем только проверяю себя в соответствии с одним действием. Я умножаю любовь или нет? По крайней мере, объединение. Я уже не говорю про любовь, это уже ощущение. От действия объединения. Я действую в этом направлении или нет? Объединением называется. Мы чувствуем себя едиными над всеми теми силами, которые преднамеренно разъединяют нас. Еще раз. Не может быть одного без другого. Субтитры создавал DimaTorzok